И вот еще что интересно. Например, на вашу специальность, на которую вы прошли и уже теоретически зачислены, университет набирает 125 абитуриентов. День, когда открывается именно вот эта возможность матрикулироваться, то есть составлять договор с университетом, вы видите расписание. Если у вас первый поток, то есть вам доступ идет в более ранние часы, то вы можете выбрать себе расписание именно утреннее или вечернее, и вы можете выбрать себе группу языковую, на каком языке вы будете учиться. Например, вам может быть предложено в расписании две группы на испанском языке, дальше две группы на Валенсиану, это в провинции Валенсия, и одна группа на английском языке. Если вы, например, входите в первые 50 человек по списку, то вы, в общем-то, гарантированно можете выбрать себе обучение на испанском языке, но уже здесь не факт, в утреннюю вы группу попадете или в вечернюю. А если вы где-то там 123, например, в списке, то в принципе, да, вы по баллам прошли, но вы начинаете матрикулироваться, когда вам уже открыт доступ, и видите, что на испанском языке группы все разобраны, на английском группа заполнена, и у вас осталось, например, место в вечерней группе на Валенсиана. И вот тут вы понимаете, что прожив в Испании, допустим, год, и выучив испанский язык, издав экзамен В2, вы совершенно еще не знаете Валенсиана, и вы не готовы учиться на этом языке. И теоретически, набрав необходимые проходные баллы для обучения на этой специальности, практически вы сами вынуждены от нее отказаться, потому что она будет на том языке, который вам еще пока недоступен, незнаком, или вы считаете, что он вам не так будет необходим, потому что вы в дальнейшем планируете работать не обязательно в коммунидаде Валенсия, а может быть, вы поедете на север Испании или вообще в какую-то другую европейскую страну, и вы хотите получить образование только на английском или только на испанском языке. Возвращаясь к третьему, более благоприятному способу поступления в испанские университеты, хочу обратить ваше внимание на то, что перевестись из своего университета в своей стране, в Украине или в России, вы можете только с очного отделения, и ваш университет обязательно должен быть аккредитован в Минобразование вашей страны. Вам не нужно будет сдавать испанский язык, у вас зачтутся все аналогичные дисциплины, конечно, вам придется доздать уже некоторые предметы, но это вы будете делать в процессе обучения. И при переводе вам необходимо собрать пакет документов в соответствии с требованиям конкретного вуза, в который вы собираетесь переводиться в Испании. Есть общий пакет документов, стандартный, но каждый университет требует какие-то свои определенные стандарты или документы, и поэтому в соответствии с их требованиями надо готовить пакет своих документов. И единственное, что можно сказать, что обязательным является для всех, это апостелировать и амалогировать аттестат о среднем образовании. Все документы с российских университетов, начиная от академической справки и заканчивая учебными планами и программами, необходимо перевести у присяжного переводчика в Испании или в бюро переводов в своей стране, обязательно с последующей легализацией в консульстве Испании в своей стране. И еще один хороший момент, о котором я хотела бы вам сказать, заключается в том, что при поступлении на магистратуру в Испании вам достаточно просто иметь диплом бакалавриата из своей страны, при этом вы не будете сдавать здесь никаких дополнительных вступительных экзаменов, но есть в Испании перечень из 40 специальностей, по которым вы можете продолжать учебу в Испании в магистратуре только после того, как вы апостелируете, а потом амалогируете свой диплом, подтверждающий, что вы окончили бакалавриат в своей стране. При этом, поскольку амалогация длится долго, достаточно подтверждения того факта, что вы сдали свой диплом, подтверждающий вашу степень бакалавра, на амалогацию Министерства образования Испании. Конечно, собрать пакет документов это не очень просто для перевода в Испанский университет, и услуга присяжного переводчика ориентировочно может вам обойтись в полторы, а то и две тысячи евро, потому что пакет документов, который необходимо здесь будет легализовывать у присяжного переводчика, он достаточно объемный. Как вы понимаете, самый легкий и простой способ поступить в университет в Испании, это все-таки остается окончить бачалерата, то есть полностью школу в Испании, и тогда выпускные экзамены бачалерата, они будут являться и вступительными экзаменами в университет, и вам не надо будет сдавать дополнительно никаких экзаменов. Второй по своей несложности вариант – это перевод из своего вуза, в котором вы учитесь в своей стране, в Испанский университет. Ну и, понятно, самый сложный вариант – это поступить в Испанский университет и после окончания школы у себя на родине. И дипломы испанских университетов котируются более чем в 160 странах мира. Вы можете себе представить ситуацию, чтобы вы с дипломом, например, университета российского, украинского могли претендовать на рабочее место где-то в Европе. Как же набрать эти баллы? Как они рассчитываются? Какая вообще система идет подсчета необходимого проходного балла? И сейчас об этом я вам расскажу. Начинаем с того, что когда вы свой апостелированный аттестат о среднем образовании, полученный в вашей стране, отдадите на амалогацию, здесь уже в Испании, в Министерство образования, вы можете получить за него максимально 6 баллов. Это максимально. Вообще за аттестат вам присвоят от 5 минимально до 6 баллов. Так, например, аттестат из российской средней школы о среднем образовании, в котором есть всего лишь 3 четверки, дал его обладателю 5,8 балла. Вот амалогация аттестата в Испании, в Министерство образования Испании присвоила за этот аттестат 9 баллов из 10 максимальных возможных. После этого УНЭД перевел эти 9 баллов, полученных при амалогации, в 1,8 балла. И всегда прибавляется 4 УНЭДом. То есть, и вот мы получили 5,8 балла, о которых я вам уже и говорила. Максимально проходной балл в Университет Испании, который вообще теоретически, ну и практически можно набрать, это 14 баллов. То есть, 14 баллов мы отнимаем максимум наши 6 баллов, которые нам могут дать за аттестат. И в итоге мы получаем, что 8 баллов нам необходимо набрать для того, чтобы поступить на престижные специальности, в престижные университеты. Безусловно, есть университеты, в которых проходной балл составляет всего 5,5-6. И, естественно, в эти университеты, например, на специальность туризм, гостиничный бизнес, вы можете поступить только амалогировав свой аттестат, если в нем хорошие оценки. И именно на основании вот этого вашего аттестата вы можете быть зачислены. Но если мы будем говорить с вами о специальностях, которые котируются, то тогда нам надо набрать от 12 до 14 баллов. То есть, вот эти самые верхние пороги, их надо взять. Из чего же складываются все эти баллы? Например, за каждый экзамен, который вы сдаете, вы можете получить оценку 10 из 10 возможных. Допустим, вы сдали математику ровно на 10 баллов, то есть, это 100 из 100. Так вот, это умножается на коэффициент 0,1. То есть, для зачисления, для баллов у вас будет с математики всего лишь 1 балл. Допустим, мы сдаем с вами химию на 9,25 баллов. Это отлично, это очень хороший результат. Умножаем на 0,1. Получаем, что для поступления в университет оценка по химии 9,25 балла даст нам 0,925 балла. При этом профильные предметы удваивают результат в два раза. Есть таблица профильных предметов на данной специальности. Вы смотрите по этой таблице, например, на вашу специальность. Математика является профильным предметом, и вы математику сдали на 10 баллов. Значит, мы умножаем с вами на коэффициент 0,2 и получаем с вами 2 балла. То есть профильный предмет по вашей специальности дополнительно принесет вам еще 2 балла. То есть математика, сданная на оценку 10 из 10, и являющийся профильным предметом для вашей специальности, даст вам в сумме 3 балла для поступления в университет. Поэтому мы рекомендуем вам сдавать как минимум 2 профильных предмета. Заранее посмотрите таблицы профильных предметов по своим специальностям. И подготовьтесь именно по профильным предметам. Еще лучше 3 профильных предмета. За честь вам могут только результаты двух профильных предметов. Но вы сами можете выбрать, какой предмет вам дать к зачету, какой вы лучше сдадите. Университеты некоторых коммунидатов требуют знания испанского языка уровня B1 или уровня B2, который обязательно должен быть подтвержден сертификатом Дели или Сели. И некоторые университеты требуют модели Дады Бачелерата. Это подтверждение того, что вы изучали соответствующие науки в своей школе, в своей стране. В принципе, это чисто такая теоретическая, чисто административная функция. И просто вам надо оплатить государственную пошлину за эту услугу в размере примерно 30 евро и ждать около двух месяцев. То есть обратите, пожалуйста, на это внимание, что если вы решите поступать, допустим, на специальность, которую вы выбрали, в университеты разных коммунидатов, то к вам могут быть и разные требования и по вступительным экзаменам, и по пакету документов. Нет единого шаблона. Поэтому вот этот модели Дады Бачелерату, пожалуйста, заказывайте заранее, чтобы к моменту, как вы будете регистрироваться на поступление в университет, у вас уже этот документ был на руках. Друзья, я, наверное, вас утомила уже цифрами, но я думаю, что хотя бы вот так минимально разобраться в этой кухне – это полезно, потому что в основном сюда переезжают семьи с детьми. И, естественно, родителям хочется, чтобы дети получили здесь хорошее образование. Ну, а сейчас у нас уже готов шашлык, и мы переходим к самой приятной, наверное, программе нашего сегодняшнего отдыха. Приглашаем вас к нам за стол. И до новых встреч. Всего доброго. Спасибо вам за ваши отзывы, за ваши лайки. Задавайте нам вопросы, и мы с удовольствием вам на них ответим. Субтитры подогнал «Симон»!